Эй, шкалота Ночной контакт сегодня Для всех, кто из девяностых Для всех, кто сосался под руки вверх На дискаче, когда был подростком Все, кто ел юбки прямо из пачки Сразу поймут эту тему Все, кто помнят тю-тю Асю И интернет по модему Кинокомпания «Ночной контакт Интернешнл» Филмс Групп Пикчерс представляет «Ночной контакт» В ролях ведущий Сергей Мезинцев «Педичка, которая не поет» Татьяна Вамилина При поддержке О, мать твою, вот это сиськи Надпись на стене «Мезинцев лох» Лох зачеркнуто Впервые в «Ночном контакте» Сергей Жуков «Ночной контакт» Всем привет, ребята Режиссер Сережа Режиссер Брэд Куэмби Привет, ребята У нас сегодня тема 90-х Почему? Потому что Сергей Жуков здесь появится Ееееее Все, только 90-е у нас сегодня будут Меня попросили вспомнить какую-нибудь историю из 90-х И я что-то вспоминал, вспоминал И одну только историю вспомнил Как я впервые посмотрел порно Рассказать вам? Короче Дело было так У нас был двоечник Второгодник Илья Валикжанин И в какой-то момент 하겠습니다 Класс 7 Он говорит Чуваки Пойдемте Ко мне Смотреть порно Мы такие Все У нас было пятеро Мы пришли к нему Он включат Я не знаю Кто его родители И что с ними не так Он включает порно И первое Это первый секс Который я увидел в жизни Ааааа Значит, там были чуваки, у которых хрен был полтора метра. У всех минимум. А там была Лола Феррари, такая актриса. Она самая большая силиконовая грудь в истории человечества. А из нее шло молоко из этой груди. Все это я к чему, ребят. Ночной контакт не самое плохое, что вы можете посмотреть. Не самое плохое. Спасибо, что вы здесь. Спасибо, что включили. Ну, а раз мы сегодня вспоминаем 90-е, мы решили вспомнить смутные, лихие времена первых выпусков Ночного контакта и пригласили сюда Кирилла Сиэтлова. Кирилл! Вау! Признайся честно, ты ведь в этом все время ходишь. Это у тебя с выпускного. У тебя реально сейчас челка, как у чувака из 90-х. У тебя очки так и легли. Как у тебя дела вообще? Ты скучал по нам? Нет. И мы тоже не очень. Я рад, что у нас все гармонично. Да? Все взаимно. Хорошо, поехали. А, да, мы сейчас с тобой будем читать новости из 90-х годов. Потому что у нас 90-е годы сегодня тема. Не может быть. Я сделаю эмоции из 90-х. Нет, это... Эмоции из 90-х, это вот такая. Почему так перестали люди делать? Какого хрена? Где вот это все? Сережа Режиссер, ты смотришь на экран? Да, я смотрю на экран. Да, съешь, сучка. Обидно тебе, да, сейчас? Короче, в Москве в 90-м году открылся западный ресторан быстрого питания «Макдональдс». Очередь в день открытия в длину составила около километра. А сам ресторан посетили за один день около 30 тысяч человек вместо ожидаемой тысячи гостей. Слушай, если они ожидали тысячу человек, а посетил ресторан 30 тысяч, что они продавали остальным 29 тысячам? А это был первый «Макдональдс», люди не знали, чего ждать. Они приходили, ну то есть там было 30 тысяч человек пришло, на первую тысячу была еда. А дальше 29 тысяч не знали, чего ждать, они приходили такие, мы в «Макдональдс», им говорят, правильно все, давайте деньги сюда. И просто отламывали штукатурку. Нет, я думаю, там все что угодно могли сделать. Сейчас это мы тут шлепаем по попе вас за деньги, очень по-западному, со вкусом свободы. Нет, люди платили деньги, им говорили просто модные слова, типа «фак ю». Ух ты, вот это опыт, новый опыт. Там же всегда спрашивают про пирожок, до сих пор спрашивают про пирожок. Сейчас мы умные, мы все знаем, типа «нет». Скажи. Как когда к тебе на улице пристают с сексом, ты такой «нет». Там тоже про пирожок говорят «нет». «Нет, мы все знаем это». Но первые люди этого не знали. Первые люди? Первые люди, да, которые пришли туда советские, они не знали, что надо говорить «нет». Там, скорее всего, такая огромная очередь была, потому что он просто не понял. То есть советский человек заказывает еду, ему говорят «а может пирожок?» Он такой «что это, блядь, значит?» Что это? Не, он сразу понял, он такой «ты предлагаешь из-под полы, да? Хорошо». И он три часа ждал у черного выхода, что ему вынесут пирожок без талона. Кстати, прикинь, Макдональдс по талонам. А там сейчас так и происходит. Ты приходишь, тебе дают, да. Идем дальше. 15 марта 1994 года в Санкт-Петербурге состоялось бракосочетание Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Это круто. Я думаю, это круто, потому что до этого такие браки были вне закона. Было бы здорово, если бы ты объяснил свою мысль. Бас? Бас? Ладно, я, слушайте, развелись они. Вот спойлер. Просто во время первого секса Киркоров со странным звуком кончил. То есть у него все в порядке, страстные песни. А какой, скажи мне, какой нормальный звук, с которым надо кончать? Я просто не в курсе, мне папа не рассказывал. Нет, Киркоров кончает так. Она такая, что ты делаешь? Я не могу себя контролировать. Подожди, подожди. Она такая, мы должны развестись. Все-таки надо было до свадьбы. У него очень странный, свиной оргазм. У Киркорова. 25 минут. Чувак, хватит. Не могу. Знаешь, мне противно не от оргазма Киркорова, а от того, что ты его осуждаешь. Я сейчас разве осуждал? Это 21 век. Надо быть открытым к чужим оргазмам. Знаешь, я как бы к мужским часто говоришь. Ребят, какой бы у вас ни был оргазм, я буду рад любому. Кирилл, ты понимаешь, это сейчас очень двусмысленно. Все решат, что, возможно, ты гетеросексуал. Может быть. Кстати, я сейчас хочу немножко остановить передачу и спросить россиян. Обратиться к россиянам. Можно? Да, спасибо. Итак, зал. Кирилл, музыкант. Сережа, продюсер. Ты здесь, ты слышишь меня? Ты меня раньше режиссером называл. А, ну, я тебя повысил только что. Спасибо. Так вот, друзья, россияне. В мире творится всякая фигня. Войны, биткоины. Просто каждый день большой стресс. И есть о чем поговорить. Но я не понимаю, какого хрена? Какого хрена мы все с вами каждую минуту не говорим о том, что у Киркорова здоровенная башка? Это происходит сейчас. В данном, она растет. Да, нам лучше с Филиппом не видеться на светских вечеринках сейчас. После этого. Все, спасибо большое. Это был Кирилл Сиэтлов. Спасибо, я скучал, я скучал. Ребята, у нас, к сожалению, нет машины времени, чтобы отправиться в прошлое. Но есть Митя Сорокин, который живет в 1993 году. До сих пор не верите, посмотрите на его одежду. И он сделал репортаж про то смутное время. Давайте посмотрим. Митя, Митя, прием. Митя. Ну что ж, и так сегодня машина времени перенесет нас в то время, где еще молодой Агутин, молодой Сосопов Лешвили и абсолютно такой же Сергей Жуков. Вперед. Ничего себе, у нас тема 90-е, я подумал, что вы из Вагон Виллс. Скажите, а вообще здорово же было в 90-х? Своеобразно, скажем так. Неожиданно. Я даже не буду спрашивать, есть ли у вас пистолет с собой. Пистолета нет, но газовый баллон есть. Ничего себе, опасность. Хорошо, что мы днем подошли. А то бы могли возникнуть разборки в стиле кунг-фу. А звука до сих пор существует или это прям старинный? Старинный напиток. Это как узвар. Хищник нравился. Я знаю, я из Хищника, тогда ты узнаешь мелодию. Я где-то не попал в ноту? Знакомая, может быть, из Иди Си, это? Нет, это из Хищника. Не вспомню. Честно, не вспомню. Ну смотри. Нет, не вспоминаю. Я же ее спел два раза. Итак, начинается идентификация. Что это? Это картридж от Дэнди. А вы в какую-нибудь из этих игр игр играли? В Черепашки-ниндзя играл. В Барби я тоже не рубился. А здесь, видишь, какой-то кот с пистолетом едет против Джерри воевать. Боюсь представить вообще, в чем там игра. Ну, а сколько они стоили? Рублей 300 на тот момент? Они стоили, знаете, сколько? 30... 340 тысяч. Это, получается, 96 долларов. Это интереснейшее, получается, пока интервью. Все вообще Дэнди, которые были, там еще был нарисован у них слоненок, который Пис показывал руками. И это тоже у нас нарисовали, наш художник. Это вот все вообще пиратская версия. Интересно, весь остальной мир знал, что мы супер-пираты? Я думаю, весь остальной мир вообще не знал, что мы здесь что-то делаем. Представляете? Вообще, все, что мы играли целое детство, это все было пиратской копией. Ну и что? Да, согласен. Кто же это? Ага. Сложный вопрос. А кто... Вот именно. По внешности этой женщины, я понял, что она из 90-х. Дай ей бог здоровья. Это точно. Это... Давай я тебе подскажу. Солистка. Алсу? Да, это солистка Алсу. Это, знаете, есть группа Демо. Нет. Они пели песню «Солнышко» и... Там была песня «Солнышко» и... А, да-да-да, мотив, мотив помню. Вот, а ведь я не учился в музыкалках. Это солистка группы Демо. Нет, не слышал такую группу, честно скажу. Ну, это я ее полностью назвал, Демо. Она прям с четыре буквы. Демо? Я не понял. Абсолютно Демо. Солнышко в руках и ключ в небесах. Аб этом... Не на земле. Я, на самом деле, первый раз за эту зиму и весну без шапки. И вам хорошего дня. Ну что ж, и так мы выяснили, что про 90-е помнят вообще все. Потому что они были недавно. Следующая наша остановка. 1891 год. Уланский полк. Сергей? Спасибо, Митя. Спасибо, Митя. Ребята, у нас в гостях... Сергей Жуков из «Руки вверх». Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Привет! Сергей Жуков. Сергей Жуков, садись. Ты, вы, как? Ты, вы, да, ты. Я же тоже старый, что я тут. Привет. Смотри, у нас сегодня 90-е. Ты, наверное, такой, вот черт, опять 90-е. Опять 90-е. Заколебали. Скажи честно, тебя заколебали вопросы про 90-е? Самый, кстати, классный вопрос от журналистов, который вообще можно получить, это о чем мы еще вас не спросили, Сергей, за 20 лет. Когда ты посмотрел первый раз порно? Надо серьезно, в смысле, прям вспомнить. Тебя такое спрашивали? Я просто помню. Тебя спрашивали такое? Нет, такое имя. Обстоятельства какие-то? Такое еще нет, да, конечно. Это был Видик? Это был Видик, конечно. Родители узнали? Нет, это была моя поездка в Питер к родственникам. И там сказали, вот там есть фильмы и мультики. И среди них как-то удачный, ты же хотел Тимона и Пумбу посмотреть. То мы Джерри. Ты такой, Тимон, что ты делаешь с Пумбой? Перестань. Слушай, слушай, а у нас тут Дэнди есть, и у меня к тебе предложение. Давай мы с тобой поговорим и поиграем одновременно в Дэнди, в Тетрис. Причем мы нашли только какой-то Пикачу Тетрис. Ну ладно, хоть что-то. Но у меня к тебе условия. Для того, чтобы был больше маразм, мы с тобой будем разговаривать, играть в Тетрис. И как только фигурка падает, нужно говорить «Крошка моя». Хорошо. Так, ты здесь. Ага, все. Я здесь. А как это ты? О. Расскажи про свой кондитерский бизнес. Крошка моя. А вот надо говорить, я понял. Крошка моя. Расскажи про свой бизнес «Крошка моя». Кондитерский. А ты знаешь, он продолжает с «Крошка моя». И «Крошка моя», кстати, буквально несколько дней назад мы открыли еще одно прекрасное место под кондитерскую. Приходите к нам. Крошка моя. Крошка моя, да. Кстати, я очень хотел назвать «Крошка моя» пирожное, но тогда оно должно было быть рассыпчатым. «Крошка моя». Какие планы на кондитерский бизнес «Крошка моя»? «Крошка моя» и «Я очень скучаю». «Крошка моя». Она скучаешь по нормальным интервью. «Крошка моя». «Крошка моя». «Эх, крошечка, смотри». «А ты неплох». «А ты неплох, крошка моя». «Крошка моя», между прочим. «Крошка моя». «Я неплох не только в этом, я еще готовлю чудесные пироги». «Крошка моя». «Где можно в Москве их отведать?» «Только у меня дома. Приходи, крошка моя». «Странный бизнес, крошка моя». «Ну, это же все-таки душевная история, крошка моя». «Что происходит с жойстиком? «Крошка моя?» «А!» «Все зависло». «А, мимо. Крошка моя». «Боже мой, так и будем сидеть?» «Крошка моя». «Крошка моя». «Ненавидишь эту песню уже, да?» «Да, уже, да». «Game over!» «Сергей победил!» «Давай оставим этот ужас еще». «Давайте просто посидим». «Если бы это была песня группы «Руки вверх», то в какой-то момент появился бы странный музыкальный сэмпл с голосом. Можно убрать это дерьмо, пожалуйста? Хорошо, ребят, Сергей Жуков, нормально все идет. Сейчас поиграли, послушали музыку. А прежде чем мы продолжим, Сереж, хочется тебе сказать, знаешь что? трлбэмба. Подумай об этом. Продолжаем, начнем контакт. серёж у тебя скоро два концерта в олимпийском круто ух расскажи что там будет там будет два концерта в олимпийском я хочу быть таким крутым чуваком у меня спрашивают я буду два концерта лепеста глупости там две вещи те хочу сказать во первых если тебе нужен будет человек который сзади тебя будет стоять с невключенным синтезатором и делать так я готов во вторых песни руки вверх это странная фигня их же знает вся страна по просто в позвоночнике у всех россиян ты можешь реально сделать 10 концертов все придут сейчас мы будем играть крокодила с тобой и будем угадывать классику руки вверх мы будем угадывать фразы из песен фразы из песен да либо название либо фразы песен вы готовы я бы я бы на вашем месте не был так рад потому что я очень плохо приходили ну погнали погнали я не знаю что там будет о я могу это комментировать что вижу 31 1313 в одном один к трем мы трое с тобой мы не разлей вода а не очень назови понимания три слова а три слова да один а есть песня 31 руки вверх хорошо все молчу три слова это три слова в одном предложении что я не смог объяснить что три слова в фразе что будет дальше восемнадцать мне уже давай давай дальше второе второе которое угадал так два слова я понял да слава богу мы к этому пришли так первое слово но это что крошка моя что ли ну не уже а все-таки пошло дело да да а нет слов в этом картинка они видят три ты видишь ноль да а вот это так три слова а понятно то показываешь нужно отдельный конкурс сергея жуков угадывай сколько слов во фразе так поцелуй поцелуй окей он тебя целует вот что ветер с моря ду вы узнали про этот эпизод моей биографии а не боюсь я тебя так что ли черт я в тупике я сдаюсь ничего не бойся я с тобой боже мой это из моих песен чужие губы тебя все идем дальше ребят спасибо что вы здесь спасибо сереж мы решили знаешь что сделать мы решили сделать схватку поколений ты у нас сегодня здесь программе не вообще конечно же за 90 отвечаешь не в жизни нет в жизни ты по-другому за 95 95 по уточним за октябрь 95 а сейчас мы пригласим сюда молодого неопытного не стрелянного чувака из поколения z который вызвался давай к тебе тебе противостоять иди сюда поклопайте пожалуйста как тебя зовут денис денис садись сергей садись а сейчас мы будем играть в интеллектуальную векторину и так сергей сейчас я тебе буду задавать вопросы которые относятся к вот этому году хорошо денис точно знает ответ на этот вопрос а тебе денис подставку задавать вопросы из 90-х кто кого договорились погнали это будет круто у кого из видеоблогеров больше подписчиков а энни мэй марьяна ро янго и серёжа мия ну я знаю что и марьяна и прочее они все там миллионники много миллионники там три четыре да вот так изи и изи гай 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 гей гай гай изгой гей нет я знаю что дот он был до какой-то поры а гей гай гай ну не знаю как он есть списке серёжа мия хорошо итак энни мэй марьяна ро янго сережа мия янго янго переход хода марьяна ро правильный ответ марьяна ро а что сказал т-800 не знаю это даже не треть вопроса перед тем как выстрелил замерзшего в жидком азоте т-1000 что мог сказать во первых кто такой т-800 понять с ними честно может быть ты знаешь о да на кого мы оставляем страну ну хотя бы может быть знаю что такое т-1000 аналогично так вот что он сказал т-800 когда убил т-1000 я тебя сейчас убью логично правильно почти но неправильно он сказал аста лависта бэйби а сервинатор чувак клопаем итак уберите лишнее из логического ряда сергей на выбираем лол изи кек и ров лол изи кек и ров уберите лишнее из этого внимания логического ряда ну лол это кукла а но смысле если мы говорим про интернет словечки там лол изи кек ровно лишние рил толк ты сейчас заслужил респект то наверное надо убрать чтобы лол изи кек ров ров я знаю есть такой смайлик и все прочее но кека какой-нибудь надо убрать на неправильный ответ а кека то что сейчас тебе переходит ход хода ты можешь правильно ответить заработать очко а что лишнее лол изи кек или ролф изи действительно лишнее изи потому что это означает легко а все остальные слова означают оценку шутки мы продолжаем этот крутой конкурс и а сейчас маленькое лирическое отступление поиграем в игру задание очень простой нужно прочитать слова из четырех букв так чтобы все буквы были проститы в нормальном порядке чё я сделал не так давай попробуем еще раз прочитать слова которые ты 15 раз прочитал как ролфу рову 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 мы не будем это переснимать мы покажем это я старый дурак да хорошо все я же в это я же видишь в чем сторону смотрю за кого я играю ну да да как я вспотел сейчас сильно так узнал это лол easy real talk easy кик вопрос номер два тебе назови любые музыкальные группы из 90-х 3 3 любых музыкальных группы из 90-х руки вверх вау а это поколение не так плохо да смотри соображает так значит с чем еще знаем ничего больше не знаешь и на самом деле что-то знал что-то знал чувак ну давай так так ну 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 ага дофига знал серьезно конечно да 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 знал знал дофига ты спрашиваешь это знаешь когда было 90 это же в каком году ты родился третьим 2003 14 лет логично и 2003 году ну допустим про отдул ты допустим пропускай он сказал допустим допустим прикинь то есть типа ты как бы не сдался еще типа как бы так 50 на 50 а по правилам игры я могу ответить на этот вопрос ой не знаю справишься ли давай давай не буду отвечать чтобы были шансы а ребята но это джентльменский басты ты думаешь он тебя пощадит не знаю допустим нет идем дальше переведите за школьного на русский фразу нуб слил катку катку нуб слил ну понятно кто такой нуб это новичок в смысле такой человек ну допустим опытный типа слил проиграл катку наверное чуть если ты с играми подожди о чем мы говорили с тобой что сейчас интернет на горю но интернет какую-то игру и там а как то чтобы это означает что неумелый игрок проиграл матч в онлайн игре абсолютно правильно а сергей получает отчасти денис да что нужно сделать что ответить чтобы тебя не избили на вопрос ты рэпер или металлист если ты в девяностых так хорошо тут не про пики сказать что ты музыкант правильный ответ офигеть нужно сказать что я меломан типа и мне все нравится офигенно молодец чувак крутой конкурс рейтинг сейчас растет вообще класс назовите у кого находится шестой камень бесконечности в киновселенной марвел знаешь ответ нет честно у тора ну я не знаю на самом деле тебе денис подсказал не знаю такого нет про камень никто еще не нашел он не знает это тайна это я не угадал конечно денис а давай так что сейчас происходит я бессовестно подсказываю сергею хорошо все надо быть честным денис вопрос продолжите фразу кто носит фирму adidas это наши смеются видимо почти про пики сейчас тот нетрадиционной ориентации очень хороший ну нет 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 это должно быть из девяностых да какое-то там такое принципе это и сейчас актуально если на тебе лимиточка какая-нибудь итак кто носит фирму adidas тот не носит nike не знаю все т.п. это не засчитано но я культурный мальчик мне произносить это все но тому любая значит соответственно девчонка да я кстати не понимаю почему компания adidas не взяла это слоганом реально круто это продает причем и в это время тоже конечно это продает все спасибо большое какой счет сергей ничья ничья давай ничья слава богу не будем считать мы начинаем спонсорскую рубрику от компании теле 2 сергей перед вами два варианта если вы выберете вариант просто то мы сыграем в обычную викторину если вариант честно то нам предстоит гораздо более сложное испытание и мы честно об этом предупреждаем итак какой вариант вы выбираете посложнее конечно давайте ну что ж мы начинаем игру интуиция по другим правилам обычно в этом шоу угадывали реальных людей но у нас другие правила вы будете угадывать персонажей из своих песен кто эти люди меня так сбивают несколько персонажей мой мозг судорожно пытается для них придумать песни вспомнить но сейчас пока нет наверное пойдем от простого к сложному номер семь это девушка это чудовищно логично красиво в руках наша героиня держит главный атрибут любой девушки это ножки а значит где взяла такие ножки правильно ай-яй-яй девчонки взяла такие ножки ну тогда тоже пойдем дальше цифра 2 просто вряд ли под определение студента подойдут другие номера но вот вроде бы тут все сходится меня машина сбивала конечно но наверное там есть фразы о том что что там приезжает что он как я там пел это же ваша песня вот я тоже вспоминаю да что господи батюшки как как я это это на всю песню вспоминать сейчас слушайте оба ба 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 ну в общем вот студент цифра 2 да я думаю это что же ты студент игрушку новую нашел идет дальше ну я пытался про номер один что-либо придумать песню про батон у нас нет про булку тоже про крошку есть но вот может быть крошка моя да правильно крошка моя есть догадка про номер три да хотя больше подходит наверное подсказка это дни алёшка точно не алёшка но но была бы песня у рукер джигит нам она бы больше подошла но мне кажется что сюда подойдет еще и атаман так ну вот допустим если мы довозьмем наших самых колоритных восьмерочку вот так что может у нас подходить под сразу скажу это дни алёшка а жаль алёшка вырос стал алексей григорьевич например да алексей григорьевич у тебя в песне стоят девчонки например родители уезжали на дачу правильно родители на даче ну значит вот господи я еще помню а это кстати сложно потому что мало кто знает но рукер 364 песни они всего 10 как всем думают или 100 я знаю только 297 поэтому для меня сейчас шок прости это это без последних неизданных да и так осталось три персонажа это фан-клуб руки вверх боже мой слушайте ну вот сейчас уже прям сложно правда мадам под номером 5 прям какой-то летний вариант у нас нет песни девушка в шляпе а нет нет 96 песен знаю это действительно связано с морем и это имя представляете какой не диссонанс в голове сейчас человека зовут например там анжела она должна быть наташа правильно наташа турецкая наташа стандартная ну что идем тогда дальше до осталось чуть-чуть ну пока номер четыре тогда так с чем это может быть связано с девчонками да это очень сильно сужает круг поиск это наоборот по моему что мне должно напомнить о чем-то вот что я пытаюсь понять но вот бусики к чему-то да нет но где же вы девчонки короткие девчонки да все правильно самый популярный персонаж песен группа руки вверх у нас остался сейчас часто используемый номер 6 мысль да сейчас будет очень просто явно подождите мама отпусти дочку отпусти вот у нас такая была штука но никто не хлопает явно не то он сказал понятно а никто и не знает ничего я дам подсказочку ответ очень логичный даже слишком логичный и после него правильно добавить еще давно уже может быть спросить у зала может быть то было подсказки 18 18 мне уже достаточно подсказок ну наверное все таки не 8 ну я не знаю насколько 18 но нет когда мы были молодыми подходит очень классно по большому счету но судя по улыбкам что там 18 мне уже да видимо сейчас сейчас подойдет больше ну что спасибо это была спонсорская рубрика интуиция по другим правилам от спонсора программы компании теледва спасибо вам что смотрели доначной контакт увидимся через неделю сергей жуков пока